Москва. Дом российского исторического общества. В этих стенах состоялся научно-практический форум, посвященный изучению памятников фортификации XVI-XIX веков. Выступая перед собравшимися, заместитель министра науки и высшего образования и сопредседатель российского исторического общества Константин Могилевский отметил, что данной теме еще несколько лет назад не уделялось должного внимания. Однако все изменилось в начале 2020-го. В соответствии с решением правительства была создана рабочая группа фонда истории отечества. Потом подключились отделения российского исторического общества к этой работе. И была в короткий срок проведена работа по систематизации, инвентаризации того, что у нас есть, того, что у нас сохранилось. Сохранилось довольно много в разных регионах России. Засечные черты системы инженерных оборонительных сооружений, существовавших на пограничных рубежах русского княжества. Одна из важнейших таких черт – Белгородская, защищавшая страну от набегов крымских и нагайских татар. В ее состав входили города-крепости, остроги, крепостцы. Между крепостями в лесных местах сооружались засеки и частаковы. В степи земляные рвы и валы, усиленные оградами и башнями на переправах на Долбы и Частаковы. Наши коллеги из Белгорода на протяжении уже многих лет занимаются изучением Белгородской оборонительной линии. И вклад хотел бы отметить особо. Буквально на прошлой неделе состоялась большая трехдневная конференция, посвященная Белгородской оборонительной линии, в которой принимали участие коллеги со всей страны. Здесь можно вспомнить и о большой публикаторской деятельности, которая ведется Белгородским отделением и региональной общественной организацией «Ратник». В 2021 году Российское историческое общество приступило к комплексному исследованию сохранившихся памятников, связанных с оборонительными линиями 16-19 веков. Результатом труда стало издание книги. В ней охвачены 19 субъектов России, на территории которых сохранились объекты, связанные с оборонительными линиями. Издание охватывает три века истории отечественной фортификации от укрепления эпохи Ивана Грозного до артиллерийских фортов екатерининского времени. Накопленный материал уже позволяет делать первые выводы и издание двухтомника, собственно, и является действительно завершением первого этапа данной работы. Но работы на этом не завершаются. Дело в том, что есть значительная потребность выявления новых архивных материалов, проведения дополнительных исследований в архивах хранилища различных республик, областей территории. И, наверное, мы должны объединить свои усилия еще и в создании единой общей базы. Кроме того, полученные данные легли в основу онлайн-проекта Атласа, благодаря которому любой желающий может ознакомиться с интерактивными картами памятников засечных черт. В рамках круглого стола в доме Рио прошла и презентация дизайн-макета памятного знака засечных черт России. Так еще в августе 2023 года стартовал всероссийский конкурс на его разработку. Это такой камерный небольшой на въезде объект. Высота метр пятьдесят, где-то около четырех метров ширина его. Здесь мы разработали тоже чуть ли не рабочие чертежи. Также на подъезде, на автодороге мы предложили такой вот знак царицинской стражовой линии, который в меньшей степени будет мешать движению транспорта на дорогах. Там есть свои специфические особенности при установке таких знаков. Мы их очень хорошо изучили. Каждый такой знак может быть снабжен QR-кодом, чтобы туристы и местные жители имели возможность узнать, что это за объект и с какой целью он был построен. Проекты, победившие в конкурсе, будут представлены в скором времени заинтересованным органам региональной и муниципальной власти. Служба информации фонда История Отечества.